У нас на связи со студией Даулет Аргандыков, президент Центра развития трудовых ресурсов. Добрый день, Даулет. Добрый день, вы меня слышите? А у меня звука нет вообще, режиссер. Вы сейчас слышите меня? Да, 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 все, спасибо большое. Спасибо, что согласились ответить на мои вопросы. Вы сегодня присутствовали на правчасти, где вот как раз министр труда докладывал по программе занятости населения. И вот насколько я в курсе, депутаты были сегодня более лояльны и особо претензий к министру. Никто не предъявлял? Ну, здесь дело в том, что, наверное, содержательно все аспекты, они были освещены. Конечно, безусловно, программа несовершенна, но надо признать, что свой вклад ощутимый в поддержание занятости она внесла. Да, действительно, в этом году 430 тысяч охватили. О погрешностях чуть позже. Вот мне хотелось бы все-таки, вот мы сегодня привели цитату президента, которую он озвучил год назад. И депутаты тоже об этом говорили, подвергли они жесткой критике программу Инбек. Вот что-то изменилось за год? Что вы можете отметить из существенного? Да, изменилось в первую очередь. Изменено финансирование, да, то есть в целях повышения эффективности обеспечивается более сбалансированно. Во-первых, акцент сделан на генерации рабочих мест. Это в первую очередь касается сектора предпринимательства. И расходы, соответственно, на это направление, они увеличились в доле расхода всей программы до 64%. Но кризис внес свои коррективы, общий мировой тренд, что расходы на поддержание занятости, они увеличились. И дополнительно еще в этом году было выделено 50 миллиардов, общие расходы 176 миллиардов. И значительно увеличилась доля субсидируемых рабочих мест, то, что поддерживается государство. Это касается социально уязвимых групп, это касается молодежи, это касается общественных работ. Ну, понятно, что карантин и пандемия вообще нарушила планы всех в этом году. И вот, как мы говорили о погрешностях, и я сейчас приведу цифры в 2019, вот портал InBusiness приводил вот такие цифры. За 8 лет на госпрограммы занятости из бюджета было выделено более 800 миллиардов тенге. Но безработных меньше не стало. Предыдущий сюжет из Харганды наглядно показывает, как в холостую уходят бюджетные деньги. Люди проходят переобучение, но трудоустроиться не могут. И недавно обнародованное расследование по факту хищения 20 миллионов тенге по программе InBusiness в Восточном Казахстане вообще, мне кажется, сводит на нет доверие к этой программе. Вот в министерстве вообще сами уверены в ее эффективности? Или вот вы говорите, что существуют погрешности, и только они виноваты? Нет, ну конечно, то есть какие-то меры, не меры. То есть комплекс мер по именно недопущению вот таких вещей, о чем вы говорили, сегодня все нарушения, они значительно снизились, то есть они сегодня, может быть, разовый характер носят. В первую очередь это касается два направления. Повышение эффективности денег, то, о чем мы говорили, все-таки надо обучать по заявкам работодателей при наличии спроса. Второе, это все-таки изменены сами бизнес-процессы, и в информационных системах внесены изменения. То есть исключены такие вещи, как эффективное трудоустройство. Все вопросы направления на трудоустройство, они сверяются сначала, то есть по БИНу, по наличию пенсионных отчислений. Более того, сегодня переносится все в электронный формат, в цифровой формат. Мы на электронной бирже уже технически подготовлены для того, чтобы обеспечить регистрацию, направление на все активные меры. Уже буквально в октябре это произойдет на молодежную практику, на социальную, на общественную работу. Я прошу прощения, мне вот не очень хочется быть сегодня в роли провокатора, который всем недоволен. Просто хочу понять логику. Сколько тратится и какой вообще экономический эффект от всех этих программ? Я так понимаю, что говорить об эффективности программы можно будет только тогда, когда мы вкладываем деньги и видим какой-то экономический эффект. То есть становится меньше безработных. Вот какой вот критерий самый главный, когда вы поймете, что программа работает? На самом деле эффект есть и социальный, и эффект экономический. Если мы говорим про экономический эффект, только вклад от кредитования, там порядка вклад тех людей, субъектов бизнеса, которые были поддержаны по программе на уровне в год 70 миллиардов тенге. Что касается социального вклада, то уровень безработицы, он действительно в последнее время имел стабильную положительную динамику. И только вот в условиях кризис нес свои коррективы, как мы говорим, что уровень безработицы действительно подрос и увеличилась доля лиц в неактивной занятости. Ну вот Раенбек Баталов озвучил цифры, что около 40-30% малого и микробизнеса закрываются в карантин. И что отсутствует реальная актуализированная статистика. И хочется в очередной раз сказать, ох уж эта статистика. Согласны? Ну у статистики есть, во-первых, своя методология, по которой они относят к числу безработных. Эта методология, она признана в мире. И согласно этой методологии, за второй квартал у нас на уровне 5% уровень безработицы. Но мы оцениваем вообще количество лиц в наш центр по количеству лиц еще внеактивной занятости. Они у нас на уровне 10%. То есть у нас значительно увеличилась доля лиц внеактивной занятости, временно не занятой. То есть уход в отпуска, сокращение рабочего времени и так далее. То есть я бы хотел вообще сказать, что на самом деле действительно у нас в стране традиционно и раньше больше кризис реагировал не сокращением занятости, а сжатием рабочего времени и снижением роста дохода. Вот в этот раз тоже так произошло. У нас сократилось использование рабочего времени, но сократился рост доходов. Не сами доходы, а рост доходов. Но с точки зрения таких вот масштабного или взрывного роста безработицы не произошло. И об этом говорят и показатели, которые мы фиксируем по пенсионным отчислениям, по тем вакансиям, которые дают по количеству... То есть по данным министерства резкого роста безработицы не происходит, по данным министерства? Значит, масштабного не произошло. А я правильно сегодня помню цифры, что у нас существует в стране вообще 7 миллионов трудоспособного населения, да? Нет, мы говорим про рабочую силу на уровне 9,1 миллион. И если мы вычитываем оттуда где-то 450-500 тысяч безработных, то где-то 8,5 миллиона это занятое население. И я, если правильно помню, то на начало пандемии безработных было около 1,4 миллиона тысяч. На самом деле нет. Статистика говорила о том, что у нас на уровне 450 тысяч безработных и количество лиц вне активной занятости, временно не занятых, на уровне 130 тысяч. Но именно вот эта доля лиц, которые временно не заняты, она выросла 4 раза. А вот кто попадает в категорию временно не занятый? Разве вот можно быть временно безработным? Неизвестно, что будет дальше, мне кажется, если человек... Это лица, которые отправлены в оплачиваемые, неоплачиваемые, отпуска в первую очередь. Доля значительно выросла. Но ситуация сегодня такая, что никто не уверен в своем будущем. Мы поэтому и говорим, что уровень не про уровень безработицы, а именно лица, отходя от официальной статистики, что доля лиц, которые сегодня вне активной занятости, на уровне 10% по итогам второго квартала. И если говорить о вот все тех же пресловутых 42-500 помощи, мне хотелось бы узнать, сегодня вот что с этой программой, кто ее может получить? Сегодня можно подать заявку? И кажется, эту программу продлевали до декабря, или я ошибаюсь? Ну, на самом деле, я просто хотел сказать, что в рамках вообще вот и как другие страны, и наша страна отреагировала, ну, традиционно вообще меры поддержки, они по двум каналам идут, то есть по каналу социальной поддержки населения и по каналу поддержки предприятий. Вот с точки зрения социальной поддержки, выплаты в период чрезвычайного положения 4,6 миллиона человек получило, и более 2 миллиона в период режима карантина. На сегодняшний день прием заявок, он уже как бы остановлен. Хорошо. А вот существуют какие-то цифры предельные по уровню безработицы, когда можно говорить, что у нас в стране наступил полный кризис в этом вопросе? Ну, я думаю, что риски такие всегда сохраняются, какого-то предельного уровня нет. Это же, опять же, все относительно, если сравнивать с, допустим, других стран. У нас ситуация здесь больше касается, на самом деле, глубже, не только безработицы, а вопрос с качеством занятости, с качеством рабочих мест. То есть проблема намного глубже. И, на самом деле, в период пандемии, только, наверное, кризис усугубил эту ситуацию. И в завершение мне хотелось бы спросить, вы сегодня присутствовали на правчасе как эксперт или как человек, который принимал участие в подготовке доклада министра? Я занимался подготовкой материалов. Спасибо большое за беседу, Даулет.